В субботний день на площади Ленина собрались представители разных поколений. Вопросов волнующих архангелогородцев сегодня накопилось немало. Один из них – исполнение майского указа президента о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. Мы работники бюджетной сферы, у нас зарплата только-только, вот, концы с концами сводим. Хотелось бы, конечно, достойно, чтобы можно было и жить, и жилье покупать. Совсем обидно становится за наше население, ущемлены во многом. И зарплату хочется достойную, и, соответственно, все гарантии сохранить. Мы хотим, чтобы сделали референдум. Не так просто, чтобы кто-то принял решение ввести сети менеджеров, и выборы отменить мэра, а чтобы провели референдум. У нас 75% было, что мы против этого, но нас никто не послушал. Ну, потому что мы, видимо, не очень интересны нашему правительству. Самое главное, что подвергает шок учителей, это когда правительство Архангельской области показывает в своих отчетах красивые цифры средней заработной платы педагогических работников. Поэтому я считаю, что региональные власти лукавят, а на сегодняшний день нет той заработной платы, которую показывает правительство Архангельской области. Там, может быть, в отдельных школах где-то есть у отдельных людей, но на самом деле это бывает очень редко. Сотни собравшихся архангелогородцев выступили против возможной отмены северных льгот. Планы об этом не так давно были озвучены в Министерстве труда и социального развития Российской Федерации. По мнению жителей Поморья, такой шаг станет нарушением социального договора между государством и населением. Так будет или не так, но пробный шар заброшен. Правительство Российской Федерации и депутаты Государственной Думы принимают такой закон, а с нас пытаются стричь шерсть, как с последних баранов. Коснулись выступления митингующих и ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Только в одном городе Архангельске 1500 домов ветхие и аварийные. Денег на ремонт этих домов нет. Год-два пройдет, 500 домов свалятся, 1000 ставят ветхими и аварийными. Что делать дальше? А делать надо одно. Надо объединяться. Северяне митинговали на площади Ленина около часа. Все говорили об одном. От слов и красивых отчетов в Москву пора переходить к реальным делам. Тем более, когда призыв к этому действию исходит от самого главы государства. Елена Матвеева, Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Евгений Языков. День города. Продолжение следует...